здравствуйте дорогие друзья мы через несколько минут начнем наш семинар сейчас подключаются люди которые смотрят нас по зуму которые будут смотреть и участвовать в программе по зуму те кто смотрят нас на ю тубе тоже могут писать свои вопросы сейчас мы по мере поступления людей я еще раз проанонсирую кто будет принимать участие кто будет участвовать в наше в нашем семинаре какие эксперты вот потихонечку подсоединяются люди но у них не отключен звук я прошу я прошу всех кто я прошу всех кто на зуме выключить звук выключить звук потому что иначе мы будем слышать сразу всех народа собирается много да звук 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 да ну я прошу прощения за небольшой балаган который у нас происходит здесь но тем не менее сейчас все образуется очень много участников поэтому мы ждем еще несколько минут и начнем наш семинар ну в двух словах о чем у нас пойдет речь я сейчас официально еще раз представлю значит мы сегодня будем говорить о пенсиях о пенсионном обеспечении в израиле вы можете задавать вопросы задавать вопросы те кто в зуме задают вопросы в чате зума те кто смотрит нас на ю тубе задают вопросы в чате ю туба и мы постараемся на все вопросы ответить ну по возможности конечно на аналогичные вопросы мы будем отвечать как бы обобщая эти вопросы и в целом значит давайте я тогда сразу же представлю тех кто у нас есть потом наших экспертов потом мы еще раз пройдемся представим их снова для тех кто только подсоединился и так эльдар портнов эксперт в области пенсионного обеспечения и страхования добрый вечер уважаемые слушатели уважаемые участника нашего семинара у нас сегодня будет очень насыщенный семинар будет необычный потому что у нас сегодня добавилось несколько новых участников примеру адвокат по трудовым вопросам павел мороз мы пригласили также как стал эллу гидсен александр гураре из the ton tv сегодня будет комментировать и сопровождать нашу всю программу надеюсь что будет интересно всем и полезно ну и программу наша сегодня смотрят зрители телеканала это он тв на всех наших платформах на ю тубе фейсбук социальные сети и так далее и в конечном итоге эта программа будет потом в записи можно будет для тех кто хочет что-то уточнить что то он там не все возможно понять на слух с первого раза может будет посмотреть еще раз и убедиться что вы все поняли правильно и так я продолжаю представлять но эльдар уже отнял у меня мой хлеб представил элу гидсен эксперт-консультант по вопросам социального страхования битуах лиуми ян бронфон эксперт в сфере налогообложения и пенсионного обеспечения я не случайно подчеркиваю налогообложения потому что пенсии это конечно хорошо но очень важно знать вот эти нюансы какие налоговые льготы получает человек который готовит себе пенсионную программу или собирается снимать какие-то деньги с пенсионной программы тут очень важно вот эти нюансы чтобы не потерять те деньги которые с таким трудом были заработаны павел мороз адвокат по трудовому праву адвокат известный он специализируется на трудовом праве и он пояснит нам тоже определенные нюансы связанные с трудовым законодательством ну и я ваш покорный слуга александр гурарье экономический обозреватель телеканала и тон тв и так я думаю что все уже подключились все нас слышат сейчас еще пара пара минут происходит технические так сказать состыковки технические техническая регулировка дело в том что я еще раз повторю у нас сегодня семинар необычный у нас участвует и часть зрителей смотрит нас в зуме и часть смотрит нас на наших платформах ютуба и сайта и социальных социальных сетей и так мы начинаем эльдар я предоставляю первое слово вам несколько слов о том уж какие новшества появились вот за этот период мы сейчас вступили в 2022 год к сожалению продолжается пандемия к сожалению продолжаются определенные ограничения по и связанные с приемом в том же самом институт национального страхования в битвухлеуми довольно сложно туда попасть чтобы задать какие-то вопросы и тем не менее итак несколько слов о том что нас ждет и что произошло прежде всего хотелось бы заострить внимание на изменениях которые зашли с 1 января принципе заказ государства приняла закон министерство финансов поощрила можно сказать всех пенсионеров тем что произошли изменения в расчете коэффициента который берется в расчет при оформлении пенсионных выплат то есть есть такая вещь как микадема который мы часто заостряем внимание я прошу прощения одну минуточку я обращаюсь ко всем кто находится в зуме пожалуйста выключите микрофон и там есть такая кнопочка отключения микрофона отключите микрофон и потому что параллельно идет шум и то что говорит эльдар довольно сложно воспринимать вот тишина вроде как наступила дар продолжать хочу еще раз сказать что принят был закон который изменил расчет расчет коэффициента который берется в расчет при оформлении пенсионного пенсионных выплат к примеру если когда бралась в расчет возраст человека когда он начинал получать пенсионные выплаты брали возраст его супруги которые должны дать гарантии брали в расчет сами гарантии которые человек хотел при оформлении себе получить при оформлении пенсии то всегда брались в расчет, что как будто если касса будет работать, государство гарантировало 60% от этой суммы, субсидировало процент, который брался расчет дохода, это 4.8. Государство сейчас убрало этот процент, но так как рынок на сегодняшний день, он дает больше дохода за инвестиции, страховые компании могут получить больше дохода в пенсионных кассах, и государство обязовалось это поднять на 5.8%, то есть на 1.2% все накопления, которые в пенсионном фонде, они технически увеличиваются, это увеличивает ежемесячную выплату, и плюс еще государство обязовало все страховые компании опустить комиссии заведения пенсионных касс, если раньше при оформлении пенсии, как только человек доходил до момента, когда он начинал получать пенсионный выплат, у него брали пол процента заведения кассы, государство обязовало страховые компании опустить эту комиссию на 0.3%, тем самым на 2% увеличили ежемесячную выплату для пенсионеров, что как эти два новшества, которые ввело государство, будет на 3% увеличивать ежемесячную выплату, это тоже речь идет о каком-то большой субсидии. То есть пенсионным кассам дали по рукам, я так перевожу на русский язык. Не то, что просто правильно перерассчитали, потому что очень тяжело было, страховым компаниям также тяжело было выстраивать стратегию, потому что рынок очень динамичный, каждый раз меняются инвестиции, к примеру, два года короны, которые происходят, страховые компании действительно добились очень хороших результатов в плане инвестиций, а пенсионеры, они получают льготы только на 4%, а страховые компании добиваются 7% дохода, поэтому здесь действительно эти новшества произошли в лучшую сторону. Ну что ж, приятные новости, то есть всегда приятно, когда ты знаешь, что твои деньги, которые ты вложил, которые ты откладывал многие годы, отдача несколько увеличивает, пускай незначительно, но все-таки увеличивается. Ян, вам слово, что можно сказать о последних, так сказать, новшествах, которые происходят в сфере налогообложения, связанного с пенсионным обеспечением. Да, здравствуйте. Значит, смотрите, то, что касается особо нового, у нас ничего не изменилось. Немножко выросли то количество... Но все новое — это хорошо забытое старое, поэтому не грех иногда повторить. Немножко мы можем сказать, что немножко льготы выросли с тем, что мы можем получать. Оно не на много, то, что если раньше максимальная пенсионная выплата, которую можно было сделать без налога, она 4400 была, сейчас она выросла на 4500. Разница особо не изменилась. Немножко пторы выросли... Налоговые льготы. Налоговые льготы. Опять же, это все, ничего нового в этом году не произошло такого. Вот то, что касается Битвах-Люми, там вот новое интересно. Я думаю, надо... Ну, тогда мы перебрасываем мяч на поле Эллы Гитцин, консультанту, специалисту по вопросам социального страхования. Элла, здравствуйте, вы нас слышите? Добрый вечер. Добрый вечер. Слышите? Да, прекрасно слышим вас, прекрасно видим. Добрый вечер. Ну, мы все ждали с нетерпением реформу, которая войдет в действие. На самом деле, больших изменений нет. Сумма выросла, сумма пособий выросла. Это происходит, кстати, каждый год почти. Пособие без социальной надбавки почти не выросло, а пособие социальной надбавкой действительно выросло. Это приятная новость, а вы, говорит, ничего не произошло. Это же замечательно. Нет, нет, я имею в виду ничего. Люди ждали гораздо больших изменений. Люди ждали гораздо больших изменений. И я не думаю, что с восторгом люди приняли изменения выхода на пенсию женщин. Если раньше это было 62 года, около 10 лет боролись с тем, чтобы это не поднять, и все-таки подняли, это будет постепенно изменено от 62 до 65 лет. Я не думаю, что это такая приятная новость, потому что в этом даже есть какой-то урон для женщин, которые достигли 62 лет, потому что если раньше они работали до 67, до 70 лет, была компенсация за то, что они не брали пособия. Сейчас эта компенсация будет уменьшена, если они выйдут не в 62 года, как раньше, они должны будут выйти в 64 года или в 65 лет. Это все связано с возрастом. И компенсация, которая была раньше, ее уже не будет. Ну, конечно, это еще не сегодня, это возьмет время, это в течение 11 лет будет возрастать выход женщин на пенсию. Вот это, в принципе, самые большие изменения, которые есть. Да, женщины, которые... Ну, я буду говорить в процессе нашей передачи об этом. Да, конечно, мы сейчас просто каждому дадим вступительное слово, каждому нашему эксперту, а потом перейдем к вопросам, которые уже поступают от наших зрителей. Да, я думаю, что это целесообразнее и более эффективно, потому что каждый ждет ответ на свой вопрос. Разумеется, разумеется. А сейчас мы просто представим нашего эксперта-адвоката Павла Мороза. Павел, здравствуйте, добрый вечер, вы нас слышите? Вы меня сейчас слышите, видите? Да, мы вас прекрасно слышим, прекрасно видим, здравствуйте. Значит, к вам мы будем адресовать вопросы, связанные с законодательством, законодательством, которое, так сказать, обрастает вокруг пенсионных и пенсионных программ, пенсионных проблем. А давайте тогда сейчас, не откладывая в долгий ящик, перейдем к вопросам. Итак, Борис из Хулона спрашивает. Я работал 15 лет на одном рабочем месте, последние три года я работал на полставки, и мой работодатель отчислял все необходимые выплаты. Через два месяца я выхожу на пенсию, мне 67, и я хочу закончить работу. Не пострадает ли моя выплата пиццуем увольнения из-за частичной занятости в последние три года? То есть последние три года он работал на полставки. Итак, кому перекидываем этот вопрос, Эльдар? Я думаю, это естественно, мне кажется, это Павло Мород, потому что здесь он по поводу. Я думаю, это моя стезя. Да. Значит, скажите, кому можно задать вопрос? Секундочку, вопросы. Так, господа, я еще раз повторяю, вопросы вы пишете в чате, то есть чат имеется в Zoom и чат имеется в YouTube. То есть там вы пишете вопросы, и мы, значит, эти вопросы получаем и задаем их нашим экспертам. Так просто будет проще и быстрее, и меньше будет, ну, извините за такое слово, балагана. Итак, Павел, пожалуйста, продолжайте. Вопрос возникает достаточно часто, когда люди на каком-то этапе прекращают работать на полную ставку, переходят на неполную ставку, возникает всегда опасность того, что в конечном итоге работодатель рассчитает компенсацию по увольнению по последней зарплате. Это неправильно, потому что закон предусматривает переход, когда человек работает на полную ставку, на каком-то этапе он переходит на неполную ставку, то расчет делается этими этапами, то есть берется в учет первый этап полной ставки, исходя из его зарплаты последней, и делается расчет по двум этапам. То есть человек, который работал, предположим, 15 лет, как наш клиент, на полную ставку, а последние несколько лет работал на полную ставку, он не пострадает, и расчет будет делаться за 15 лет на полную ставку, а последние три года за неполную ставку. Вот такой ответ. Понятно. Значит, я еще раз обращаюсь к нашим уважаемым зрителям. Пожалуйста, выключите все микрофоны, потому что идет какой-то фон, и этот фон мешает нашим экспертам отвечать, а тем, кто ждет ответа, мешает эти ответы услышать. Я повторяю, что мы просим вас вопросы задавать в чате, эти вопросы мы озвучим, и я думаю, что вы получите все ответы на свои вопросы. Итак, я достиг пенсионного возраста, но продолжаю работать. Могу ли уже получать пенсию? Игорь из Бершевы. Эльдар, наверное, да. Да, как раз-таки вот это самая главная тема, на которую мы каждый раз заостряем внимание, чтобы люди не ждали, когда они окончательно перестанут работать. Если мужчине исполнилось 67 лет, женщине, ну на сегодняшний день, так как Битуа Клюми повысила пенсионный возраст для женщин, на сегодняшний день женщина, которая родилась с 60-го года, то это уже 62 года и 4 месяца. Как только исполняется момент, когда можно получать, сразу же получать пенсионный выплат. Почему? Потому что цель страховых компаний, как можно позже начать выплачивать пенсионные выплаты. Почему? Потому что чем позже человек начнет получать пенсионные выплаты, тем за жизнь он получит меньше денег. Это очевидно, все знают почему, потому что в один день страховая компания должна будет перестать платить, ну скорее всего одна причина будет. Чем страховые компании мотивируют, чтобы сейчас сразу человек не получал пенсионные выплаты? Они рекомендуют, что если продолжите работать, у вас больше накопится денег в пенсионном фонде. В принципе это и так и так произойдет, потому что пока человек работает, ежемесячно работодатель вкладывает в пенсионный фонд средства, которые увеличивают пенсионную кассу. Второе нюанс, то что они обещают сократить коэффициент, который будет рассчитан при оформлении пенсии. Но как бы не было бы, как бы не было бы, всегда выгоднее в любом тематическом раскладе, в любом формуле всегда выгодно сразу же начать получать пенсионные выплаты. Причем можно получать пенсионные выплаты, продолжать работать, работодатель также будет вкладывать деньги в пенсионный фонд, и это самое правильное решение. Да, пожалуйста. Адвокат Павел Мороз хочет добавить. Выход на пенсию, достижение пенсионного возраста и отчислениями на пенсию. Работатель обязан продолжать делать отчисления, если человек продолжает работать. Он не имеет права прекратить это делать, то есть это нужно учесть. То есть сам факт достижения пенсионного возраста человеком, работником, не является основанием для прекращения пенсионных отчислений. Да, это очень важное замечание. То, что касается пенсии, она не будет облагаться налогом, как я и говорил, это примерно до 4,5 тысяч, она не будет облагаться налогом параллельно работе. До 4,5 тысяч сумма пенсии или мы говорим о совместной? Если пенсия, она будет меньше, чем 4,5 тысячи, то после того, что мы сделаем процедуры, которые связаны с налоговой, процедура называется кибуасхует, после того, что мы договоримся с налоговой и сделаем льготу, человек получает и полностью зарплату, как у него было раньше с налоговым. Иногда можно и битохлюми тоже, зависит от того, сколько у них зарплата. И самое важное, получать пенсию без налога. То, что если там пенсия, конечно, 8-9 тысяч, так параллельно мы только сможем половину сделать без налога. Но можно получать частями, вы не обязаны получать сразу 8-9 тысяч. Обычно наши русскоговорящие возрасты, которые приехали в 90-х, они не все скопили на такие суммы, но в принципе 2-3 тысячи они скопили. И даже если это тысяча, то все равно лучше получать тысячу, которая не облагается налогом и продолжать накапливать еще. Вы накопите еще за год, за два, за три, за четыре года работы и будет еще 200, еще 300 шекелей и всего у вас будет той пенсии, которая очень будет вам помогать. Но при этом, я еще раз резюмирую, при этом нужно получать деньги все равно. То есть не говорить о том, что давайте отложим это на 2-3 года, зато потом больше накопится. Я буду там, ну, к сожалению, бывает так, что человек откладывает, откладывает, откладывает. Ну и, как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Итак, следующий вопрос. Какая сегодня сумма для пары о шламатах носа? Элла, будьте добры, это к вам вопрос. Для семейной пары какая сумма о шламатах носа? Суммопособие вы имеете в виду, да? Суммопособие, да. Ну, значит, это дифференциация возраста. До 70 лет, от 67 до 70 лет на одного человека выплачивается 3799 шекелей на пару 6002 шекеля. От 70 до 80 лет на одного человека 3836 на пару 6062 шекеля. А свыше 80 лет один человек получает 3873 шекеля, пара 6120 шекелей. Я думаю, что в процессе нашей передачи мы еще будем говорить об этих суммах, так что не надо записывать. Я думаю, что это дойдет за нашим лучшим. Да. А дальше? Элла, будьте добры, чуть-чуть на себя экранчик компьютера, для того, чтобы вы немножко у нас поднялись по кадру. Так, господа, звук выключите, все выключите звук на своих компьютерах. Окей, следующий вопрос. Добрый вечер. Мне исполнилось 62 года, и я еще не получила израхватик, то есть удостоверение пожилого человека. Кому мне следует обратиться? Кто берется ответить на этот вопрос? Элла ответит. Элла, будьте добры. Этот документ получают не из Битуа Хлюми, этот документ получают из Месрада Авода. Не надо делать никаких, не производить никаких действий, вы получите это домой, если ваш адрес откорректирован в Месрадо Пнинг. То есть это происходит автоматически, и речь идет, 62 года это относится к женщинам, я правильно понимаю? Да, 62 года относится к женщинам. Мужчинам еще трубить и трубить. А мужчинам еще, да, совершенно верно. То есть до 120 еще трубить и трубить. То есть работать нужно до 120. Амин. А потом уже можно будет отдыхать. Господа, следующий вопрос. Ирина спрашивает из Нетании. Мне 63 года, я пока не оформила пенсию. Если хочу начать получать в 67, какая разница между тем, что начну получать сейчас или в 67? То есть это, в принципе, вопрос, которого мы уже немножко коснулись, да? Что, конечно, хорошо потом, но лучше как бы сразу. Сколько Ирине лет? Можно сказать точно, сколько будет Ирина получать сейчас? Но знать, сколько будет 67, никто не знает. Я скажу несколько. Одну минуту. Одну минуту. Нет. Мы говорим в общем. Если Ирина начнет сегодня получать... Сколько лет Ирине? 67. 63. 63, извините. Да, 63. Значит, в принципе, у нее надбавка к ее пособию на сегодняшний день – это 5%. А если она будет получать в 67 лет, то эта надбавка превратится в 25%. Так что это очень-очень весомо. То есть, если ее пособие, базисное пособие, к этому базисному пособию будет прибавляться надбавка на стаж. Я не знаю, какое семейное положение у Иры и сколько она проработала. Максимальное базисное пособие плюс надбавка на стаж – это 50% еще. И на эту сумму мы добавляем или 5%, если она окончает сейчас работу. Если она заканчивает работу в 67 лет, то это будет 25% надбавка. Это очень чувствительно. А еще она может сегодня просто зарабатывать в пределах 6749 шекелей и получать пособие. Так что же выгоднее? То есть, мы только что говорили о том, что выгоднее начать получать сразу. Я думаю, я всегда говорю, что выгоднее получать пособие, установить какую-то, ее заработную плату снизить до 6749 шекелей и получать сегодня пособие вот с этой 5% надбавкой. Чем откладывать в долгий ящик, да? То есть, лучше начать... Да, мы все под Богом ходим. Мы все под Богом ходим. Вы хотите, Ян хочет добавить, да? И еще, когда граждане начинают получать кицват из рахватик, пособие по старости, то работодатель с них, с зарплаты снимает меньше налогов на бетохлюми. И то есть, ваше нету становится немножко больше. Так что тут еще надо посмотреть, что да, с этой стороны тоже выгодно. То, что и нету увеличится, и вы получите из рахватик, и, наверное, сейчас дальше, то, что мы уже говорили по поводу пенсии накопительной. И там вы сможете получать параллельно вашей вам бетохлюми, также льготу на работе, не будете платить бетохлюми, и еще накопительную пенсию, которую получат. И все это вместе, мне кажется, будет большой добавкой к качеству жизни человека. Я еще кое-что хочу добавить к этому нюансу. На счет возраста, то, что можно уже знать, уже можно знать, сколько сегодня будет положено с пенсионной кассой, не с бетохлюми, и опять-таки, я заострю внимание на пенсионных выплатах. Но какой коэффициент будет 67 лет, никто не знает. Может быть, он поднимется, может быть, какое-то изменение на рынке будет, может быть, государство отменит вообще гарантии дохода в этих программах, и он очень сильно поднимется. То есть, как рассчитывается вот этот коэффициент именно по пенсиям? К примеру, берется какая-то сумма, возьмем, к примеру, наглядно 100 тысяч шекелей, и возьмем, к примеру, коэффициент 200. То есть, если 100 тысяч шекелей мы разделим на 200, у нас получается 500 шекелей ежемесячная выплата. Это то, что мы знаем на сегодняшний день. Теперь, если же какой, так как продолжительность жизни каждые 4 года увеличивается на год, есть какая-то статистика, кто ведет, то какой будет коэффициент, потом никто не знает. Так что лучше уже взять, это не то, что даже синица в руках и журавль в небе, это, в принципе, синица, которая уже несет яйца. Чем, что будет потом, мало кто известно. Мало что известно. Да, я как никогда не задумывался, что синица тоже несет яйца, а ведь не только курица, правда? Значит, это очень правильно. Окей, поехали дальше. Мне 66 лет, это Елена говорит, пишет, вернее, мне 66 лет, Китсбадзикна не получаю. Есть ли смысл продолжать отказываться от пособия и после 67 лет продолжится ли добавление процентов и после 67 лет? Ну, мы практически на этот вопрос, мне кажется, ответили. Да, я бы хотела еще за внимание. Так что, Лена, брать берите сейчас, да, то есть... Я бы хотела зашить внимание, да, пожалуйста, все зависит от того, сколько вы зарабатываете. Все зависит от этого. Если вы зарабатываете не намного больше, чем 6749 шекелей, то вам есть полный смысл начать получать ваше пособие. Если вы зарабатываете 10 тысяч шекелей, то вы его просто не можете получать. Вот все зависит от заработной платы. Я не знаю, сколько вы зарабатываете, но вы должны подумать о том, что если ваша заработная плата не очень превышает регламент, то есть сумму 6749 шекелей, то вам есть смысл начать получать пособие. То есть если заработная плата превышает 6749 шекелей, то дальше, значит, из-за налогов получится это невыгодно. Правильно я вас понимаю? Еще, если мужу уже исполнилось 70 лет, то вам можно зарабатывать 9 тысяч шекелей. Это тоже очень важно. То есть в каждом конкретном случае все-таки, то есть мы сейчас даем общие, так сказать, понятия, то есть чтобы человек мог сориентироваться, то есть мы намечаем определенные, так сказать, направления, но имеет смысл в каждом конкретном случае все-таки понять и посмотреть, как это выгоднее сделать именно данному человеку или данной семейной паре. Потому что по большому счету очень многое ставится на кон. Это кажется там плюс-минус 50 шекелей, 100 шекелей, но когда речь идет о том, что это будет продолжать выплачиваться, эти выплаты будут продолжаться несколько, я надеюсь, десятков лет, мы все надеемся на лучшее, то, конечно, очень важно, чтобы стартовать с правильной позиции и не наделать ошибку. Я бы еще хотела добавить, будьте любезны, задавайте вопросы более полные данные, давайте, для того, чтобы можно было более точнее отвечать. И еще могу я добавить? Да, Ян, пожалуйста. Смотрите, если человек планирует в будущем, та же женщина, которая 62, 63, 67, получает соц. надбавку, то, что она заработает еще 5%, еще 5% ей ничего не даст. То, что соц. надбавка, у нее уже есть свой лимит. Это неважно, если вы получаете 2,5 тысячи китсват из рахватив или 1800, то все равно соц. надбавка она вся. Элла Гитсон уже сказала, те цифры, которые можно получить максимально. То есть, значит, человек, который уже идет на соц. надбавку и знает, что в будущем будет соц. надбавка, нет смысла тянуть и зарабатывать еще как будто еще 5%, еще 5%. Нет в этом смысле в битухлюме. Это не финансово правильно. То есть, она просто снивелируется за счет социальной надбавки. Да, из-за этого смысл вам... А если очень сильно постараться, то можно ее просто лишиться. Да. То, что вам просто нужно сделать так, чтобы вам было комфортно. Работайте, может быть, чуть-чуть поменьше. Можно с работодателем договориться на полставки. Может быть, без какого-то дня на неделе. Но так, чтобы вам было, и вы не напрягаетесь, и вы заняты. Так что, мой совет, да, получать кицеватый зарахватик. Тем более, если вы планируете соц. надбавку. Я еще хочу чуть-чуть добавить к этой теме, которая тоже может быть актуальна. Мы, если мы говорим про социальную надбавку, то у социальной надбавки есть тоже параметры, при которых можно получать социальную надбавку. Как, например, выплаты из пенсионного фонда. Выплаты из пенсионного фонда на одиночку не могут превышать 1340 шекелей, а на супружескую пару в 2100 шекелей. Причем берется в расчет, даже если у человека есть пенсия из-за границы, как, например, российская пенсия. Тоже это берется в расчет. Теперь, к чему я хочу сказать. К примеру, человек сейчас оформляет пенсионные выплаты. Скорее всего, если не обратиться к консультанту, который его будет сопровождать в этом процессе, и он обратится в пенсионный фонд, к примеру, у человека накопление в 350 тысяч шекелей, и он хочет из них начать получать пенсионные выплаты. К примеру, мы берем в этой сумме уже пиццуим. Когда он будет обращаться в пенсионный фонд для того, чтобы ему оформили пенсию, ему назначат, к примеру, 1750 шекелей ежемесячную выплату. То есть этим самым человек лишает себя в дальнейшем возможности получения социальной надбавки, потому что его пенсия не должна превышать 1300. Да, у него будет кизус, вы правильно говорите. Но в любом случае, человек может просто взять, во-первых, правильно рассчитать, сколько ему нужно получать с пенсионного фонда. То есть, к примеру, забрать часть пиццуима, чтобы он забрал, перевел себе на счет, и оформить пенсию себе только 1300 шекелей. Для того, чтобы рассчитывать на полную социальную надбавку, без каких-то урезок. Потому что социальная надбавка, это не почти 1000 шекелей ежемесячной выплаты, это еще полное освобождение от Орноны, это 90% скидка на лекарства, это 50% скидка на электричество. То есть, только социальные льготы, они уже больше, чем 1000 шекелей превышают. Поэтому здесь желательно, конечно, обратиться к профессионалу, который проинформирует и по поводу вопросов Битуах-Люуми, по поводу социальной надбавки, и правильного планирования пенсионной выплаты со страховой компанией. То есть, я еще раз подчеркну, то есть, получается, что вот эта социальная надбавка, о которой все говорят, это не только деньги, которые, так сказать, вы получаете, но это определенный комплекс льгот, который тоже имеет денежный эквивалент. Именно так. Отлично, поехали дальше. Значит, мне... Так, я работаю на одном месте 5 лет. Много лет. 5 лет назад работодатель продал магазин другому хозяину, но на этот момент я работаю уже 10 лет. А продолжил работать и дальше. Недавно обнаружил, что в Тлуше, в моем расчетном листке, мой рабочий стаж меньше 10 лет. А работодатель направил меня к предыдущему работодателю, чтобы он мне все выплатил. Кто прав? Ну, очевидно, это вопрос к уважаемому адвокату. Да, несомненно. Работодатель не прав. Если человек работает на одном месте, и меняются работодатели, за ним сохраняется стаж, и поэтому последний работодатель несет ответственность за весь период работы. Естественно, что желательно тот человек, когда меняются работодатели, проверить, что действительно за ним сохранился стаж, потому что стаж влияет не только на компенсацию по увольнению, он влияет и на начисление отпускных, деньги на оздоровление, отчисление на пенсию. Поэтому очень важно оценить по тему, что действительно его стаж сохранился. Но в любом случае, даже если это не произошло, как в нашем данном случае, по окончанию работы последний работодатель должен будет выплатить компенсацию за весь период работы, включая те 5 лет, 10 лет, которые прежде наработали у прежнего работодателя. Спасибо. Спасибо, господа. Я еще раз обращаюсь к вам с убедительной просьбой. Я хочу выключить микрофоны, потому что иначе очень плохо слышно, и вы сами задаете вопросы и, так сказать, мешаете их выслушать ответы на эти вопросы. Поэтому, пожалуйста, все выключите микрофоны. А я продолжаю чтение вопросов. Я работаю врачом уже 22 года. У меня за 550 тысяч пиццуим набежало. Неплохо, кстати. Могу ли я их забрать полностью? Мне сказали, что у меня будет высокий налог. Ну, я надо к вам, да. Я надо к вам, да. Смотрите, у нас есть лимиты, которые можно взять каждый год работы. Без налога. Без налога. То, что он... Сморно смотреть, в каком году человек заканчивает работать. Если это будет через год, у него будут свои льготы. Если в этом году 12 800 умножено количество лет, и это нам та сумма, которая не облагается налогом. Остальную сумму. Либо его превращать в пенсию. Я вообще советую проверить, может быть, все пиццуима превратить в пенсию и не забирать, потому что так вы себе льготы не потеряете. Но это отдельный разговор. То, что касается пиццуима, остальных пиццуима. Есть такое понятие, как присад пиццуим. Это такая вот... Надо обращаться в налоговую, чтобы налоговая сделала льготу. Льгота, что деньги вы получаете сегодня, а налоги вы платите, как будто вы их получили за несколько лет. И тогда мы обходим практически все налоги, потому что будущее, когда вы уже становитесь пенсионером, очень маленькие доходы становятся, либо эти доходы не облагаются налогом. Из-за этого есть смысл делать присад пиццуим. Сказать, что я все 550 тысяч без налога, это неправильно. Но налог будет минимальный. Да, возможно. Господа, почему никто не хочет платить налоги? Я не понимаю. Никто не любит государство, никто не любит страну. А как же сионизм? Все только спрашивают, как обойти налог. Просто даже интересно. Я проработала 19 лет на предприятии, ушла по состоянию здоровья, забрала из кассы Пиццуим. Это компания Ватикот. У меня там остались накопления, которые я могла забрать только одноразово по достижению пенсионного возраста. Сейчас мне 62,5, и я вышла на пенсию. Недавно забрала накопленную сумму до 2000 года без налога. И 13 лет до 2013 года с налогом 35. Могу ли я получить возврат ТУММАС? Экзермос. Экзермос, да. ТУММАС, это немножко другое. Смотрите. То, что касается возраста, когда можно забирать маленькие накопления пенсионные, это 67 лет для мужчин и для женщин. Если мужчина и женщина скопили 30, 40 тысяч, 50 тысяч, это очень незначительные суммы, и пенсионные фонды не очень любят выплачивать. То, что если да, можно выплатить, но там идут уже со штрафами, они каждый там чем... Короче, не очень выгодные. Люди забирают эти деньги, это можно сделать без налогов. 67 лет и старше. То, что касается возврата налогов. Можно вернуть налоги, если не использованы все льготы. Но максимально для женщины, которую можно вернуть, это 7 тысяч, мужчины 6 тысяч. Из-за этого, только если там, не дай бог, если у кого-то инвалидность, тогда это что-то меняет картину. Но, в принципе, совет мой, не забирайте. Особенно пенсия Ватикава, вот она сказала, это очень хорошие условия. Если я сейчас мог бы... Таких сейчас уже нет. Если бы у меня была возможность положить бы все деньги, которые у меня есть, на старый пенсионный фонд, чтобы я получал оттуда пенсию, я бы это сделал. Но, к сожалению, это невозможно. Это в 95-м году закрылось, и больше нет возможности туда присоединиться. То есть вы счастливый человек, что у вас такая пенсия? Ну, они уже забирают, так что уже жалко, что забрали, но уже ничего сделать нельзя. Мне 65 лет, я еще работаю. Могу ли я забрать все пенсионные деньги? Вот сразу. Сразу. Нет, вы не имеете права забрать пенсионные деньги, если вы работаете на рабочем месте. Только если ваш работодатель даст какое-то разрешение, тогда, может быть, как-то можно проверить, но глобально вы не имеете права забирать. Была какая-то лазейка, которые какие-то компании, которые не всегда очень порядочные, они, да, делали так, что переводили это в какие-то другие варианты, и, да, помогали людям забирать, но это, я считаю, что люди, которые лишают себя будущего, потому что они здесь платят 35% за налоги, за то, что забрали раньше времени, плюс компенсацию какую-то долю этой компании, которая это сделала, я вижу в этом, что это не очень правильно делать, работайте, скапливайте на пенсию деньги, но если уже там кто-то уезжает за границу, либо там куда-то там на постоянное место жительства, и тогда не нужны здесь деньги, тогда да, мы с радостью поможем разморозить правильно и грамотно, так, чтобы максимально можно было налогов вернуть, мы это как бы делаем, рассчитываем, но, опять же, не советую забирать. Ну, кстати, да, вот я как раз думаю, то же самое, что хочу я добавить. Я хочу добавить, сейчас очень много рекламы, все социальные сети, проверьте пенсионные накопления, не ждите пенсионного, поможем разморозить наши пенсионные деньги. Я считаю, что страховой агент, который рекламирует и позиционирует себя, обратитесь к нам, и мы поможем вам разморозить пенсионный фонд, он не совсем порядочный, потому что действие это неправильно, все накопленные средства когда-нибудь должны будут использованы на получение ежемесячной выплаты, и человек, не задумываясь, особенно когда, понятно, есть какие-то периоды в жизни, когда необходимо это сделать, и речь, когда идет о покушать или оставить деньги в пенсионном фонде, скорее всего, будет оправдано это действие. Но всегда, даже вот период, который мы очень тяжелый переживаем сейчас, это коронапериод, что люди два года не знают, что с ними происходит, кто-то в халатах, кто-то что, попытайтесь это не делать, потому что, во-первых, вы заплатите подоходный налог 35%, во-вторых, та фирма, которая вам, она позиционирует себя, они обычно, у них какие-то, какие-то, очень такие добродушные названия, там, какой-то супер сервис, какие-то деньги сейчас, и все, это все, за этим скрывается подвох, и у нас есть случаи, когда человеку обращались, мы говорим, мы вам нашли замороженные средства в размере, там, в 65 тысяч шекелей, на самом деле, у человека было 100 тысяч шекелей, ему не сказали, что у него будет 35% налог, но это и была его действующая пенсионная касса, он 35 тысяч шекелей заплатил подоходным налогом, и фирма, которая ему, как будто, нашла эти, не задействованные пенсионные кассы, взяла у него еще 15% с 65 тысяч шекелей, человек потерял паровина своих накоплений, и ни в коем случае, не бывает бесплатного ссылора в мышеловке, все, кто к вам звонят по телефону и говорят, что мы вообще работаем под эгидой министерства финансов, что вам полагается льгота от страховой компании, что мы делаем это чуть ли не в коем случае не поддавайтесь на эти рекламы, это все, скорее всего, за этим скрывается обман. Ну и вообще, министерство финансов помогает, это как-то звучит немножко странно, министерство финансов просто кушать не может, только думает, как бы помочь вам снять деньги со ваших пенсионных программ, да, то есть это выглядит несколько странно. Итак, продолжаем, господа. Мой муж вышел на пенсию в мае 21-го, у него есть битуах Минали, мы взяли из этого битуах Пицуи, прекрасно, сейчас мы оформляем ежемесячную пенсию из оставшейся суммы, и вдруг он получает письмо, что у него есть долг по страхованию жизни 2158 шекелей, а он уже не работает 8 месяцев, Ян, я уже на вас смотрю. Наверное, ко мне. Должен ли он оплатить этот долг, или кто должен вообще платить этот долг, работодатель или мы? Спасибо, Майя. Скорее всего, это письмо, оно автоматически высылается в страховой компании, это не то, что есть какой-то отдел, который занимается поиском, кто сколько не доплатил, есть полис обитуах Миналим, в котором есть покрытие на компенсацию по потере кормильца, то есть страховка жизни, так называемая. Если не делается отчисление пенсионный фонд, значит нету этого, это не покрывается страховкой. То есть человек уже закончил работать, разморозил пенсионный фонд, все, и он, полис, есть такое понятие, миссулекит, то есть она перестала действовать, тогда долг не должен скапливаться. Нужно обратиться в страховую компанию или к страховому агенту, который оформлял эту пенсионную кассу в битву Ахминалим, чтобы не было долга. То есть получается, извините, то есть может быть ситуация, что просто ее не закрыли, эту программу. Там это тебе больше всего передумает, что это техническая какая-то проблема. Больше всего. Да, пожалуйста, адвокат хочет добавить. Я хотел бы добавить, что когда человек прекращает работать, обязательно нужно сообщить пенсионную катарограмму в страховую компанию о прекращении работы, потому что страховая компания этого не знает. и она видит, что прекратились длительные отчисления, она продолжает требовать эти деньги. Поэтому либо работодатель, либо вы должны сообщить, что вы прекратили работать и попросить уже либо ее заморозить, либо уже перевести на другое место. Ну и лучше не надеяться на работодателей и позаботиться самому сообщить. Павел, к вам просьба немножечко наклонить вниз крышечку компьютера. Да-да-да-да-да. Нет. Да-да-да. Чтобы вы поднялись у нас по кадру. Сейчас я постараюсь это сделать. Ниже-ниже-ниже. Мы хотим видеть вас целиком и полностью, ваше лицо. Все вернулось на круги своя. То есть крышку компьютера на себя. На себя. Штурвал на себя и все в порядке. Потому что это у меня Айпид. Это Айпид. Да, тогда его наклоните на себя, но при этом важно, чтобы он не упал. Самый интересный момент. Потому что мы видим вас очень низко. Итак, я пока задаю вопрос. Для АЦМАИМ, то есть для самозанятых граждан, для АЦМАИМ на пенсии, для малого бизнеса есть какие-то льготы? Ну, в принципе, я и Ян можем ответить. Давайте вы хором будете отвечать. Нет, я буду о большом бизнесе с пенсией такцевит Меховорот. Я об этом буду говорить. А мы говорим о малом бизнесе. Давайте о малом скажу. Льгот, как для наемных предпринимателей, так и для индивидуальных предпринимателей, наемных работников или индивидуальных предпринимателей, как налоговые льготы, так и льготы по пенсионным накоплениям, так и выплаты Института государственного страхования Битуаклиуми, абсолютно одинаковые. Просто АЦМАИМ меньше задумываются о том, что когда-нибудь они дойдут до пенсии, и им нужно будет с чего-то жить. Они только в 2018 года зашел закон об обязательном вложении денег в пенсионный фонд. Для АЦМАИМ тоже. И, ну, в принципе, если мы говорим про, скажем, небольшого предпринимателя, который, скорее всего, ничего не успел скопить. Обычно это то, что мы больше всего видим. А сейчас вот, Янат. Теперь, смотрите, если у вас крупная компания, средняя крупная компания, опять же, это называется Хаврабаам на иврите, Общество с ограниченной ответственностью. Да. Спасибо за помощь. Значит, эта компания, если вы были совладельцем либо и работая в этой компании, то, когда вы заканчиваете работать в этой компании, она же ваша, и вы ее передаете следующему поколению, вы имеете право начать получать пенсию такцевид с этой фирмы. Пока у этой фирмы есть деньги, вы имеете право получать оттуда пожизненные выплаты, пока она существует. То, что если у фирмы, например, есть недвижимость или есть какие-то там доходы постоянные, или там продолжает там сын, дочка, ваше дело, почему это очень выгодно делать, а не просто получать зарплату? Потому что, так же, как я вам объяснил, что я могу 4,5 тысячи сделать льготу, я это могу на пенсию такцевид тоже. Пенсия такцевид для бизнеса. И тогда человек, который будет получать, грубо говоря, 10 тысяч пенсии, которая она будет, она будет 0 в массах насы. Соответственно, беток, люми там тоже нету. И человек получает, не приходя на работу, 10 тысяч шекелей, плюс израхватик, сколько он там скопил, 2,5 тысячи, сколько там у него получилось. И тогда получается, что это, именно, это называется на иврите, пенсия такцевид, леба алей шлейта. То, что те, которых был бизнес, и они отработали. Как она рассчитывается? Полтора процента умножено количество лет и на средний заработок, который был в той компании. Если человек зарабатывал 20 тысяч, вы сами умножьте, и вы дойдете до того, что человек начинает получать хорошие какие-то доходы, тем более, если он там отработал лет 30, 40, кого как. Потому что такое есть. Да, то есть пенсию получать выгодно. Добрый вечер, мой муж получает инвалидность, нехута вода, то есть травма на производстве, инвалидность от производства, 4400 шекелей. И со страховой компанией он получает еще 1700. Всего вместе 6100. Он не работает. Сколько подоходного налога с него должна снимать налоговая инспекция в массах НОСА? Это больше, это ко мне вопрос. Смотрите, то, что касается налогообложения, если у человека есть инвалидность, все зависит от того, какая инвалидность есть. То, что есть инвалидность, которая у человека 90% и выше нахут рифуид, то, в принципе, оно не облагается вообще в массах НОСА до 400 тысяч. То, что было 600 тысяч, это опустили на 400 тысяч. Ну, примерно, плюс-минус. Теперь, если же нету 90% инвалидности, ни временной, ни постоянной, то у нас идет, как обычные доходы. То, что касается ДМИБГИА, БИТОХЛЮМИ, они облагаются налогом по ступенькам, так же, как и УВДАН КОШРАВУДА, страховой компании, и зарплата. То, что это все идет по ступенькам. У нас есть налогообложение, оно идет ступенчатое в Израиле. То, что там первые какой-то там 10%, потом 14%, потом 20%. То, что если все вместе там доходит до 6 тысяч мужчин, где-то 7 тысяч женщин, то там примерно-примерно не будет вообще массах НОСА. Но, если это превышает, то, соответственно, будет обычный массах НОСА. Спасибо. Следующий вопрос. Нелли спрашивает. Мне 65 лет, я на автоле, то есть на пособие по безработице, и 62 лет я получаю кицбат из ракфатик. Я отказался от 5% надбавки вместе с автолой, с пособием по безработице, 5 тысяч 700. Последние 5 месяцев стали выплачивать 2 300, а потом сняли с меня 3 300, сказав, что переплатили. Такое тоже бывает. Сколько я могу получать от Битуа Хлеуми Институт социального страхования? Как кицбат из рак ватик вместе со автолой в связи с пандемией? Спасибо, Нелли. Пандемия тут имеет значение тоже? Да, именно. Нет, не имеет тут значения пандемия в данном случае. В данном случае и мы все смотрим на Элу, как бы я даже даже не стал представлять, то есть это все поняли, что такие вопросы только Эла может ответить. Да, значит, все зависит от того, о ком идет речь. Если вы замужняя женщина, вы не замужняя женщина. Если вы замужняя женщина, важно, сколько лет вы отработали. Если вы не замужняя женщина, важно, сколько лет вы в Израиле. Поэтому невозможно сказать, какое пособие по старости вы получаете. Минимальное пособие по старости это 1596 шекелей. С максимальной выплатой на стаж это будет 2330 примерно шекелей. Поэтому я не могу вам сказать, я просила более конкретно давать данные для того, чтобы более конкретно ответить. Что касается пособия по безработице, тоже вам невозможно ответить, так как оно высчитывается из вашей заработной платы на базе той заработной платы, которая у вас была. Поэтому я не могу вам сказать, какая у вас сумма пособия не по безработице и не пособия по старости. Я могу добавить. Да, пожалуйста. Тут вопрос идет, что раньше можно было получать и кецват из Рахватик, и автолу. Это было в пандемию, был такой период. И сейчас тоже. Это продлили. То, что можно получать и из Рахватик, и можно получать вместе одна плюс другое. То, что мы получаем... Да, да. Это продлино. То есть видите, есть пандемия. Плюсы, да, тоже. Пандемия, то, что вы имеете право, раньше этого не было, вы имеете право получать. Но мы уже настолько в пандемии, мы уже более двух лет сделали. Мы уже забыли, как мы жили до нее. И уже никто не верит, что будем жить без нее. Тогда почему у нашей... Человек, который задал вопрос, почему тогда с нее сняли то ли одно, то ли другое? А вы не можете знать, почему с нее сняли? Может, у нее какие-то долги? Может быть, у нее тлушма скоро был другой, техническая ошибка. Мы не точно информацию не дали. Диво, биток, люмий был другой. Может быть, в массах носа. Тут никто ничего не может сказать. Почему? Это не поэтому у нее сняли. Потому что по указанию Министерства финансов будут выплачивать пока два пособия одновременно. И пособия по старости, и пособия по безработице. Как это было в эти два года? Следующий вопрос. Елена спрашивает. Я вдова, и я получаю пенсию по потере кормильца от пенсионной кассы. Влияет ли сумма этой пенсии на расчет пособия по старости? Элла, пожалуйста. Если без социальной отбавки, то это не влияет. Пособия по старости пенсия никаким образом не может влиять. Влияет только доходы от заработной платы. На само пособие по старости пенсия не влияет. Если идет речь о социальной надбавке, то да. Спасибо. Дмитрий из Хайфа спрашивает. Я оформил себе пенсию из Меглаля в 2-300 шекелей и продолжаю работать. Мне 68 лет. Зарплата 8500. И у меня снимают с пенсии 450 шекелей в массах носа, то есть подоходный налог. Я отправился в массах носа и мне сказали, что так и должно быть. Правильно ли это? Ну, понимаете, вы пришли в массах носа и говорите, как мне меньше вам заплатить. Ну, несерьезно, вам никто не скажет, как вам меньше заплатить. Подскажут, как больше заплатить. Смотрите, не сделан кибос хует, не сделана итхажбинут, который нужно было делать каждому пенсионеру. У нас такие случаи есть. Просто поправляют вводите по-русски. Я понимаю, что мы говорим терминами, терминологии вообще приняты, но давайте сразу перевод. Давайте. Давайте кибос хует это право работающего пенсионера получать пенсию, не облагаемую подоходным налогом. Ай, красиво сказал. Что-то такое. Да, это первый перевод в истории Израиля. Надо это записать. Я буду обязательно это записываться. У нас все записывается, потом будем пользоваться. Надо запомнить, на какой минуте наша передача. Смотрите, кибос хует это каждый, гражданин Израиля, которому женщина в 62, мужчина в 67, которому нужно договариваться с налоговой. Это называется в этом возрасте называется кибос хует. Его один раз делают в жизни, его можно изменить в течение 120 дней. Не успели изменить его под правильную это самое, потом может быть большие быть проблемы. Сам листочек очень легко заполняется, но цифры, которые вы там внесете, зависит все ваше дальнейшее будущее. Почему? Потому что вы можете получить в будущем пиццу им, которые вы думали, что их можно забрать без налога, а вы это не учли в кибос хует, и тогда вы их забрать без налога не сможете. Даже те 12 тысяч какой-то там, тоже вы не сможете забрать без налога. Если вы их не учли, когда вы делали кибос хует, и также там много нюансов, которые выглядят простыми, но могут потерять это самое. Теперь, сделав такой кибос хует, можно ретроактивно получить возврат налогов. Это можно за 6 лет назад. То есть, если человек в 2016 году начал получать пенсию в 2300, и за нее платил 300-400 шекелей налога, когда я делаю человеку кибос хует, это значит, на всю жизнь вперед он не будет платить массах носу, и назад на эти 6 лет можно подать просьбу в налоговую, чтобы вернули. Подача отчетов, она физическая до 2019 года, остальное можно виртуально попробовать подать через компьютер, но через интернет, но все равно нужно здесь специалисты. Так что постарайтесь как-нибудь найти правильных. Любовь Белкина спрашивает, мне 69 лет, я работаю на полставки, старшу мне 10 лет. Могу ли я получать пенсию при таком стаже, я зарабатываю 3500 шекелей битуа хлеуми каждый месяц, а я зарабатываю 3500 шекелей, а битуа хлеуми каждый месяц меня забирает 1000. Сказали, что мы мужу 84 года, не совсем понимаю, что имеется в виду. То есть мужу 84 года, поэтому забирают. Так, еще раз, 69 лет, 3500 шекелей получает, и битуа хлеуми забирает 1000. Я, честно говоря, не совсем понял вопроса, потому что, когда человек спрашивает, акцентирует внимание, что он получает пенсию, что он имеет в виду, выплату с битуа хлеуми, или выплату с пенсионной компании, пенсионного фонда, потому что пенсия выплачивается из страховой компании. Институт государственного страхования битуа хлеуми. Тут написано битуа хлеуми. Тогда это больше вопрос к Кэрри, наверное, он технически очень неправильно я с вами не равнякаю. Возможно. Элла, вам достаточно информации из того, что я произнес? Нет, абсолютно нет. К сожалению, уважаемая Люба, Любовь Елкина, пожалуйста, поясните свой вопрос. Элла, что нужно уточнить? Ну, во-первых, получает ли она пособие отдельно и ее муж получает пособие отдельно. Может быть, у нее высчитывают эти тысячи шекелей, потому что их доплачивают мужу, что в общей сложности они получают определенную сумму. Никто не, просто так не высчитывают тысячу шекелей, потому что мужу 84 года. Ну да, то есть причина должна быть какая-то другая. Конечно, может быть, у них был когда-то в далеком прошлом какой-то долг, который они сейчас должны вернуть. Может быть, кто-то работает и зарабатывает свыше определенной суммы, которая влияет на получение пособия. Может быть, определенный период работали и не сообщили. Так что мне очень трудно сказать. То есть тут надо получить больше информации, то есть если вы добавите информацию, может быть, мы успеем ответить на ваш вопрос. Марк Выдра, получаю Мифтахим Ватико, 3970. Сейчас устроился на новую работу зарплатой в 6900. В налоговом управлении сделал ТУМАС. Все очень правильно. Установил 7% налога. Если сделать КИБУС-ХУЁТ, можно ли уменьшить налог? Ну, это к вам, Ян. ТУМАС. Конечно, можно КИБУС-ХУЁТ, когда человек сделает, если это все правильно сделать. Однозначно можно до 4500. Опять же, надо смотреть, в каком году человек вышел на пенсию. Каждый год у него свой лимит, но в принципе 4000 возможно сделать. Опять же, нужно понять, какие потребности в будущем в ПИЦУИМе есть, какие потребности в тех деньгах, которые можно будет забрать, когда человек уже закончит работать, потому что человек, который уже получает пенсию в АТК, к ней присоединить еще деньги невозможно. Из-за этого, если человек поработал еще год-два и скопил еще 20 или 30 тысяч денег, которые называются Тагмулим, их без 35% разморозить невозможно будет. Но, если мы в КИБУС-ХУЁТ эти деньги учтем, то их можно будет разморозить без налога или постараться разморозить без налога, так, чтобы это подошло куда надо. Опять же, все зависит от того, что у вас там будет и сколько лет вы будете работать после пенсии. Так что, ответ 4 тысячи можно сделать ПТО. Но только нужно продумать ваше будущее, что будет там в будущем. Да, будущее туманно. Следующий вопрос. А наличие денег на счете учитывается при начислении массов на все? Наверное, я позволю себе расширить этот вопрос. Учитывается ли при установлении социальной надбавки наличие денег на счете? Многие ходят такие легенды, что можно держать не больше определенной суммы на счете. это логиция. Вопрос, но это просто простой вопрос. Это только может быть связано с социальной надбавкой. Пока вы ничего не просите у государства социального в плане социальной надбавки, какого-то пособия, вы ничего не обязаны государству декларировать о ваших доходах, о вашем имуществе. Как только вы начинаете просить социальную надбавку, так Би-Ту, Ак-Лю-Ми, естественно, попросят у вас отчитаться о ваших накоплениях, если у вас большие накопления, вас лишат социальные надбавки. То есть, социальная надбавка, само название социальная надбавка, она предназначена для людей, у которых недостаточно доходов, которые находятся в сложных... Скорее всего, порекомендуют потратить свои накопления, а потом обращаться за социальной надбавкой. Пошу прощения, я хочу добавить. Накопления в размере 36 060 на одного человека и на семейную пару 54 090 не влияют. Это очень важно знать. Если у человека 100 тысяч накоплений, 54 тысячи на пару, я имею в виду, 54 тысячи мы вычтем, и тогда получается, как будто у него всего 46 тысяч накоплений. А это не страшно? Это не страшно. Это совсем не страшно. И людей накоплений? Ну и потом, что такое 46 тысяч? Ну, за неделю можно от них избавиться, в общем-то. Можно даже быстрее. При желании, да. Если постараться, да. Следующий вопрос. Мне 62 года, пишет Алла. В результате производственной травмы я получаю Овдан Кошер Авода, то есть ограничение трудоспособности, и продолжаю немножко работать, немножко шить. Стоит ли мне начать получать пенсию из моего пенсионного фонда или подождать до окончания выплат Овдан Кошер Авода? Это я отвечу на этот вопрос. Это вопрос именно по страхованию. Если вы получаете потери трудоспособности из пенсионного фонда, из страховой компании, вам не стоит начать получать пенсионные выплаты, потому что у вас сразу отменятся страховые покрытия. Это компенсация потери трудоспособности и компенсация потери кормильца. Поэтому не рекомендовано это делать, вы не будете получать больше Овдан Кошер Авода. Опять-таки, если у вас большая пенсия, которая даст вам ежемесячную выплату больше, чем Овдан Кошер Авода, может быть, стоит, но логически это невозможно. Да, то есть нужно подождать, пока закончатся эти выплаты. Торопиться не надо. Эдуард из Реховата спрашивает, я работаю в ТАСИЯ Аверит. Я вас поздравляю. Нам на работе дают консультации по выходу на пенсию. Я брал у них консультацию, стоит еще раз обратиться к вам за консультацию или не стоит? Эдуард из Реховата. Я отвечу на этот вопрос, потому что у нас много подобных ситуаций происходит, что люди работают в каких-то больших государственных инстанциях, как Министерство здравоохранения, Министерство образования, в всяких больших предприятиях государственных и они получают эти льготы. И у нас частно после того, как человек пошел на такую консультацию, он получил массу, большую информацию. Это может быть не только в рамках какой-то государственной программы или в какой-то предприятии. Он просто пошел на консультацию, его проконсультировали. Он вышел с этой информации. Но что с ней делать? Ему очень тяжело самостоятельно ее использовать. Почему? Потому что, к примеру, если у человека несколько пенсионных фондов, у него есть Битуах Мина Алим, это страховой полис по пенсионному страхованию, у него есть Керон пенсия, у него может быть еще есть Купот Гемер, какие-то кассы. Для того, чтобы получать пенсию, ему нужно соединить все эти деньги в одну кассу и только после этого он сможет получать с одной кассы, это правильно сделать, с одной кассы, получать все пенсионные выплаты. Мало того, он должен понять, сколько он продолжает работать, не продолжает работать, ему нужны налоговые льготы, не нужны налоговые льготы, что он будет делать с Питсуим. Поэтому лучше всего брать это не в рамках каких-то проектов, как послушать просто как консультацию, послушать как просто какой-то семинар, а это индивидуально обратиться к специалисту, который разберет индивидуально вашу ситуацию. Конечно, стоит, и любой правильный совет грамотного специалиста поможет сэкономить вам тысячи, десятки тысяч, а в некоторых случаях и сотни тысяч шекелей, может быть, и налогообложений, и поэтому стоит, конечно, задуматься правильно обратиться к специалисту. Эльдар, спасибо, но я просто хочу заметить, вы так перевозбудились, то есть, на самом деле, так громко кричать не надо, микрофон у вас находится здесь, а зрители вас услышат, поэтому все нормально. Вы знаете, без микрофона где-то слышат. Да, потому что я сразу вспоминаю фильм «Волга-Волга», «Алло, гараж, эй, гараж, снимите трубку, я буду разговаривать с вами по телефону». Все нормально, то есть, вас хорошо услышат. Ну, я понимаю, такие волнительные вопросы, хочется всем помочь, всем ответить, и, к сожалению, время ограничено. Итак, поехали дальше. Да, кстати, вот еще там был вот этот, спрашивали, что такое Ивун-Патур? Такие слова, такие интересные. Да, это ко мне. Когда мы делаем кебо с хуёд, опять же... Так, по-русски, пожалуйста, так я уже начинаю. Это Эльдар, да. Получение налоговых льгот, чтобы не оплачивать подоход налог с пенсионного фонда. Спеши слова, это называется. Значит, когда мы делаем кебо с хуёд, и у нас есть выше какого-то лимита уже пенсия, то мы имеем право, день, который называется тагмулем, который 35% облагается налогом, договориться с налоговой, чтобы с этих денег не снимали налоги. Либо это в кебо с хуёд, либо у нас... Тихо, а договориться это что? То есть взять коньяк, прийти туда? Именно так. Мы разговариваем с налоговой, это значит, мы пишем им письма. Но когда просто человек пишет письмо, они могут на него посмотреть, не посмотреть, ответить, не ответить. Когда... То есть, а письмо вы отправляете с шалехом и прикладываете коньяк? Нет, 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 дигитально, дигитально, всё договариваемся. Потом представитель налоговой нам перезванивает и говорит, послушайте, здесь что-то мне не хватает, там здесь что-то не то, здесь что-то не так, и тогда мы уже дальше говорим... Так, пожалуйста, выключите микрофоны, иначе всё пропало. Так, шеф, всё пропало, продолжайте. Значит, Ивун Патор, возможно. Теперь, как ещё можно, если людей уже большая пенсия... Так, пожалуйста. Если, не дай бог, есть какая-то проблема со здоровьем, то у родственников, ближайших родственников, значит, это мы смотрим либо на детей, либо на внуков, либо на родителей, есть там, не дай бог, какая-то есть инвалидность, постоянная инвалидность свыше 75%, но именно рефоид, врачебная инвалидность, тогда можно размораживать кассы без налога. Опять же, это всё нужно проверять, с какого года была инвалидность, с какого года начала касса быть. Есть разные... Люди как-то у нас спрашивают, как вот забрать без налога. Именно вот этим мы можем помочь. Опять же, не советуем забирать, советуем получать как можно больше пенсии. Понятно. Следующий вопрос, пожалуйста. Я одиночка получаю китсбат зекна плюс ошламатах носа. Ну, тут без терминов не обойдёшься. Я работаю и начала зарабатывать 2900 шекелей. У меня заберут соцнадбавку или нет? Разрешённая сумма 2476 шекелей. Элла, будьте добры, ответьте на этот вопрос. Мы обращаемся к вам. Мы бы тоже отключились. Все пропали, потому что сейчас зум прекратился. А, прекратился зум. Сейчас по-новому. Ну, давайте тогда подождём несколько минут. Там что-то прервалось. Но, к сожалению, технические проблемы, они бывают. Тем более, сегодня в Израиле у нас буря. Всё заваливает снегом. Для нас это, так сказать, необычная вещь. Многие страны живут в такой ситуации с гораздо более низкими температурами, с гораздо большим снежным покровом, живут вообще по 4-5 месяцев в году и ничего. А мы пока, значит, у нас каждое выпадение снега – это большая трагедия. И мы как бы стараемся эту трагедию пережить. И боремся всеми силами. Все социальные службы приводятся в боевую готовность. Служба тыла приводится в боевую готовность. Так что ждём. Ждём, когда всё наладится, и мы продолжим. У нас ещё только гололёдов не хватает. Но, кстати, в Иерусалиме сегодня снег выбыл. Да, обещали довольно сильный. Сильный снег обещают с 2 до 3 ночи. То есть, не спать и пойти смотреть снег. Но, кстати, в Иерусалим полиция не рекомендует ехать в Иерусалим смотреть снег, потому что застрянете в огромных пробках, да ещё вот эти подъёмы в Иерусалим, которые обледенеют, не дай бог. Это будет очень печальная история. Так, господа, мы ждём ещё несколько минут, пока у нас наладится связь, потому что все как-то разбежались, и хотелось бы говорить при наличии всех желающих, кто хотел нас послушать. У нас ещё достаточно много вопросов. Да, мы вот ещё не ответили про эту, про социальную надбавку, да? Окей. Сейчас, ещё минутка. Ещё минутка. Так, очень интересно. Столько людей, столько зрителей. Главное, что мы их всех видим. Это просто замечательно. Мне, кстати, это необычно, потому что, когда мы ведём наши программы, то есть, нас зрители смотрят, но мы их не видим. Они нам, бывает, пишут, а тут вот мы не просто пишут, но мы ещё и видим, видим лица. Это вообще довольно интересно. И как бы ты чувствуешь живую связь. Элла, пожалуйста, я повторю вопрос тогда. Вы тут немножко выходили по техническим причинам. Я одиночка получаю кицбат зигна плюс ошламатах носа. Работаю и начала зарабатывать 2 900. У меня заберут СОС-надбавку или нет? Разрешённая сумма 2 476. Нет, у вас не заберут социальную надбавку. Просто социальная надбавка несколько уменьшится. Это не значит, что если вы зарабатываете больше, чем 2479 шекелей, у вас окончательно заберут её. Делается расчёт. 2479 – это то, что не берётся в расчёт. Вы зарабатываете 2900. Значит, у вас примерно где-то 400 шекелей превышает. 60% от этих 400 шекелей у вас вычтут. Вот и всё. Ваша социальная надбавка немного уменьшится. Но не значит, что вы её совсем прекратите получать. Ещё я хотела добавить, что социальная надбавка очень важна. Даже 1 шекель, если вам выплачивают, потому что это даёт вам возможность получать остальные льготы. Даже 1 шекель социальной надбавки. А, вот это очень важное замечание, кстати, я об этом тоже не знал. То есть социальная надбавка не обязательно должна быть в полном размере для того, чтобы получать льготы, которые положены лицам, получающим социальную надбавку. То есть достаточно... Даже 1 шекель. Даже 1 шекель социальной надбавки он даёт возможность получать эти 7 льготы. Да, то есть вы получаете 1 шекель и при этом получаете почётное звание получателя социальной надбавки, которая позволяет вам... В цифровом эквиваленте вы это не почувствуете, но 7 льготы у вас будут присутствовать. Вы знаете, мне это напоминает, как бывает ситуация, когда президентом избирается какой-то миллиардер, и он говорит, что я не буду получать зарплату, то есть моя зарплата будет 1 доллар. Это такое распространённое. Вот так и вы. Вы не хотите получать всю социальную надбавку? Ну, ни к чему мне это, ну, какие-то копейки, да? Ну, вот я буду получать 1 шекель, но зато буду получать... Налоговые льготы. Налоговые льготы, да, на свои миллионы. Налоговые льготы. Налоговые доходы. Да, на свои миллионы, которые... Ну, будем говорить, налоговых льгот там у них нет, кто получает социальную надбавку, там очень маленькие льготы. Так что... Элла, вы разрушили мою мечту. Элла, у меня ещё такой вопрос к вам. Вот такая моя обязанность разрушать мечты. А у меня ещё один вопрос к вам. Смотрите, венча платят на квартирные. Если у человека нету своего жилья, то социальная надбавка, это плюс ещё какие-то деньги квартирные, которые сейчас прошёл закон, и их немножко подняли. Сколько вам платят одиночки, пари, которые получают социальную надбавку, за проживание? Ну, это не квартир... Битоклиуми этим не занимается. Это министерство строительства занимается этим не битоклиуми. Им надо просто предоставлять справку о том, что у них... Им выплачивается социальная надбавка, им полагается, и тогда уже они будут получать соответственные льготы. Понятно. Следующий вопрос. Есть ли разница между МИКОДМИМ в страховых компаниях? Это вопрос, наверное, ко мне. Наверное. Я прежде всего объясню, что такое МИКОДМ. МИКОДМ это... Да, Эльдар, мы договорились, что все близко, то есть кричать не надо, голос ваш нам нужен, нам ещё говорить и не говорить. МИКОДМ это единица, на которую разделится накопленная сумма, которая будет исчисляться на пенсионную выплату. К примеру, мы уже говорили на этой теме, ну, к примеру, возьмём 200 тысяч шекелей накопления пенсионных. И возьмём, к примеру, коэффициент 200. Это 18,5 лет, это 200 месяцев. В любом случае, человек будет получать пенсию до конца своих дней, даже если он проживёт 240 выплат, 360 и, дай бог, до 120. И он будет до конца дней получить. Но берётся средний расчёт, сколько продолжительной жизни. Считается, что продолжительность жизни у женщины 84 года, у мужчины 83. Но страховые компании утаивают один нюанс, что когда берётся в расчёт вся статистика, берёт в расчёт нерождённые дети в природах, молодые, которые погибли в авариях. И это искажает статистику людей, которые дожили до 60 лет. Считается, что человек, который дожил до 60 лет, он в среднем проживёт 87. И гарантии, и коэффициенты выстраиваются как раз-таки по этой статистике. За счёт чего ещё может влиять вот этот коэффициент? За счёт разницы возраста между мужем и женой. К примеру, если ему сейчас 67 лет, и он решил выйти на пенсию, а жена его на пару лет морожен, то у него, конечно, коэффициент поднимается за счёт того, что за счёт этого выпускается пенсия. Как в арифметической формуле есть числитель и знаменатель. К примеру, если его жена моложе на 15 лет, то у него коэффициент ещё поднимается, МИКОДМ, и пенсия его ещё опускается. Очень важная разница между страховыми компаниями. В пенсионном фонде нет никаких на МИКОДМИМ, на коэффициенты вот эти. Но в чём это может быть разница? К примеру, у человека есть страховой полис по БИТУАХМИНАЛИМ. Есть два варианта, как можно с БИТУАХМИНАЛИМ получать, а можно с пенсионного фонда. И у него, к примеру, был обещанный коэффициент, который был продолжительной жизни в 95 году. Было не 84 года, как сейчас, а, к примеру, только 81 или 79. То у него старые обещанные коэффициенты, к примеру, у него 150, 160. То есть, скорее всего, его коэффициент, который у него есть, намного лучше, чем можно ему предложить на сегодняшний день. Но это индивидуально нужно рассмотреть. Почему? Потому что у него могут быть несколько касс, и где меньше всего средств, у него может быть хороший коэффициент. Но у него, где большая сумма накоплена, у него большой коэффициент. И страховая компания, там, где выгодный коэффициент, он не даст перевести на невыгодных условиях ту пенсионную кассу. Поэтому здесь чисто страховые компании подсчитывают только свою выгоду. Теперь, если перевести это в пенсионный фонд, то в пенсионном фонде можно выбрать более расширенные гарантии. В принципе, можно и там, и там выбрать гарантии. Что такое гарантии? К примеру, когда берется расчет этот коэффициент, если речь идет о пенсионном фонде, то изначально любой коэффициент гарантирует второй половине в супружеских парах минимум 30% от его пенсии, что после его ухода будет вторая половина получать. Второй вариант, когда может человек, к примеру, взять 50, 60, 100% для второй половины. То есть, чем больше он гарантии берет, тем опять-таки повышается коэффициент, опускается ежемесячная выплата. Есть вариант, когда человек хочет гарантировать, гарантировать 240 гарантированных выплат, в случае, если оба супруга уйдут раньше, чем через 20 лет, раньше, чем до 87 лет. Тогда дети или наследники смогут получать разницу в неполученных пенсиях. То есть, человек, если берет эти гарантии, коэффициент еще поднимается, пенсия еще падает. Но это все индивидуально надо рассчитывать. Очень тяжело сказать просто, если есть разница между коэффициентами, между макадминами. Спасибо. У меня, кстати, есть большая просьба ко всем присутствующим, тем, кто нас смотрит. А давайте все вместе подумаем и сломаем им вот эту статистику, проживем дольше. Вот это наше пожелание всем. Вот мы их сделаем. Хотя бы на зло страховых компаниях. На зло страховых компаниях будем жить долго. Да, я еще бы хотел добавить одно. Смотрите, ко мне недавно несколько человек звонило, говорит, вот мы с моей подружкой работали вместе в одном рабочем месте. Я работала больше лет, чем моя подружка, но моя подружка через вас сделала пенсию. И как-то она получает больше, чем я сама сделала. Объяснение есть тому. Объяснение следующее. Не все программы похожи. Если у вас есть программа, которая называется Мина Алим, и она после 2001 года, июнь месяц, она не факт, что она лучше, чем пенсионный фонд. Надо это все смотреть и надо взвешивать. Потому что люди, которые начали работать в 2005 году, им сказали, мы вам открываем битух Мина Алим, они очень обрадовались. Но не факт, что можно получить больше денег в битух Мина Алим, чем в пенсионном фонде. Из-за этого нужно проверить, нужно рассчитать. Везде нужен свой специалист, потому что даже если это разница в 100 шекелей, вы умножите это на 30 лет, это 360 платежей, это 36 тысяч шекелей, которые могли куда-то быть у вас, а не остаться в каких-то... Причем-то деньги вами заработанные, которые вы откладывали потом и кровью. И теперь очень важно, чтобы этими деньгами распорядиться таким образом, чтобы просто их не потерять. Не потерять, даже шекель потерять, это все равно обидно. Это же потому что отдаешь-то свое уже. Итак, дальше. Я работал в одном конкретном месте, был застрахован в Мифтахим. Начала работать в другом месте, новая робототеки, сказал, что не готов выплачивать в Мифтахим, а только в Мигдаль, имеет ли он право. То есть у нас названия компании идут для примера. Слово право, мне кажется, обратимся к Павлу Морозу. Да, а то он довольно скучает уже. Немножко, немножко, скажем так. Павел, простите, у вас чего-то плохо слышно, чуть погромче. Плохо слышно. Сейчас хорошо, все нормально. Значит, нужно сказать, очень важно, что право решения, в какой пенсионной кассе, какая программа, предоставлена только работнику. У работодателя нет никакого права повлиять, отказаться, изменить место страхования работника и страховую программу. На любом этапе работник может решить, что он решает перейти в другую компанию, открыть другую программу, работодатель должен это выполнять. Это доходит вплоть до того, что даже если работник, например, была такая судебная процедура, когда работник отказался отчислять на потерю трудоспособности и в конечном итоге превратился в инвалид, и он подал в суд, и суд установил, что да, так как работник отказался, он имел полное право это сделать, у работника нет никакой ответственности. То есть работодатель не имеет права повлиять, отказаться, заставить работника быть застрахованным в какой-то другой программе, в какой-то другой компании, только куда хочет делать дело работника. Работник имеет право получить консультацию, решить, куда он идет и где он будет застрахован. Работатель обязан это выполнить. Спасибо. Следующий вопрос. Как найти консультанта перед выходом на пенсию, чтобы правильно оформить получение пенсии от страховой компании. Галина спрашивает, кто ответит. Как бы ни было бы, в любом случае, у нас, конечно, интересный семинар сегодня, но в любом случае, в каком-то смысле, это рекламная акция, очень легко найти нас в интернете. Меня Эльдар Портнова, Яна Бромфмана, Павла Морозова, Элу Гитцен. Можно связаться с нами и просто найти наш телефон. Сейчас, естественно, отрекламу наш номер, телефон может позвать к нам. В любом случае, даже если вы обратитесь ко мне, но у вас будет вопрос к Павлу или Келли, в любом случае, мы общаемся между собой, вопрос будет передан. Можете записать номер телефона офиса, это 03728222, 4 двойки. И также можете найти нас в интернете. Повтори, Эльдар, повторите еще. 037284 двойки. 037284 двойки. Я уже запомнил. Если женщина выходит на пенсию в 65, она может получать автолуп, особо по безработице? И когда в таком случае нужно начать оформлять кицбат зекна? Инна спрашивает. Это Элла, это опять к вам. Значит, пособие по безработице как мужчина, так и женщина могут получать до 67 лет. Она может одновременно, это тоже связано с временным решением, получать и пособие по безработице, и пособие по старости. То есть пособие по старости, пособие по безработице видят как заработную плату. И высчитывают определенную сумму и пособие по старости. Но получать, в принципе, можно оба пособия. Может быть, одно будет меньше. Спасибо. Следующий вопрос. А, вот, кстати, тут... Так, 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 так. Это уже у нас был этот. Это мы уже спрашивали. Сейчас, сейчас, сейчас. Посмотрим, какие еще вопросы. А, вы знаете, еще тут был вопрос, я его, по-моему, пропустил, где просили дать разъяснение, в чем разница, когда получает, когда выходит на пенсию одиночка, Элла, это очевидно к вам, я уже самостоятельно обращаюсь, когда выходит одиночка или когда выходит семейная пара. Вот какие тут нюансы? Да. Значит, смотрите, к семейной паре мы относимся немного по-другому. Когда то ли мужчина, то ли женщина выходит, достигает пенсионного возраста, начинает получать пособие по старости, мы проверяем, какая заработная плата у супруги или супруга получающего. Предположим, если выходит, если начинает получать пособие муж, ему 67 лет, жене 59 лет. Если она зарабатывает меньше, чем 6 749 шекелей, ее муж будет получать не только свое пособие, а он будет получать еще добавку к своему пособию. Спасибо. То есть, когда идет речь о семейной паре, мы проверяем, какие доходы есть у супруга или супруги того, который подает документы на получение пособия. И тогда, может быть, он будет получать надбавку для нее или для него. Спасибо большое, Элла. Господа, последний вопрос, а потом мы просто каждый из экспертов, я попрошу вас в заключении дать свои рекомендации. Итак, в декабре мне исполнили 67, два месяца назад меня уволили. Будут ли мне платить автолу, если сейчас я нахожусь в халате? Ну, халат – это отпуск. Только до 67 лет. До 67 лет. Исключительно. Спасибо. Спасибо, господа. И теперь я попрошу наших экспертов, наших специалистов отдать каждые по несколько слов рекомендации, поскольку наше время, к сожалению, стекло. Полтора часа пролетело просто... Я, например, даже не заметил. Эльдар, ну давай, по кругу пойдем, начнем с вас. Да, прежде всего хотелось бы порекомендовать всем все использованные накопленные средства в пенсионных фондах использовать на получение пенсии, потому что нам, каждому из нас нужно гарантировать достойный доход после того, как мы перестаем работать. Не задумываться о том, чтобы размораживать пиццу им, размораживать тагмули им. Правильно очень рассчитать эту выплату, потому что взять в расчет и выплаты с битуах лиуми, и накопленные средства. Есть еще несколько нюансов, которые мы хотели бы порекомендовать, но их тяжело даже программу в полтора часа развить. Есть очень много финансово-страховых инструментов, как перевернутое рефинансирование, это Машканта Афуха, которая сейчас тоже очень популярна. Она может задействовать, но это опять индивидуально. Есть программа, где можно накопленные средства использовать, как ежемесячную выплату с них получать каждый месяц, независимо от страховой, от пенсионного фонда. Поэтому обращайтесь к специалистам, и вам дадут грамотные советы, и это гарантирует вам достойную жизнь после выхода на пенсию. Ян, пожалуйста. Смотрите, я всем желаю здоровья, чтобы... Вот с этого начнем. Всем здоровья. Мы уже договорились, что мы их всех накажем и проживем дольше. Сначала здоровье, потом смотрите, надо работать, потому что работа, у кого-то она и жизнь. Есть клиенты, которые мы встречаем, которые очень любят работать. Продолжайте на здоровье работать. Только может быть, надо как-то правильно подготовиться финансово, чтобы вас хватило на больше лет работы, чтобы вы приносили пользу и себе, и тому месту, где вы работаете, наверное, тем людям, которым вы помогаете. А еще и не забывали детей и внуков. Да, конечно. Я добавлю к этому, не быть ни детям, ни внукам, а бузой, поэтому правильно пропланировать свой выход на пенсию. Да, то, что иногда мне люди просят, Ян, разморозь, вот мне полмиллиона шекелей, мне детям нужно помочь купить квартиру. Я им на это всегда говорю следующее, что сегодня вы дали полмиллиона вашим детям, завтра вам, не дай бог, понадобится 500 шекелей, не факт, что вам будет комфортно или удобно обращаться к вашим детям. Я, извините, я добавлю, 500 шекелей, ладно, извините, давайте немножко о грустном, но бывают ситуации, когда, например, нужно сделать неотложную операцию, которая не покрывается корзиной медицинского страхования, поэтому иметь какой-то запас нужно всегда, потому что иногда от этого запаса, а точнее от его отсутствия, может зависеть ваша жизнь. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Элла, пожалуйста, будьте добры. Я бы хотела посоветовать нашим телезрителям, радиослушателям, я не знаю, радиослушателям у нас нет, у нас все зрители. Нет, телезрители, зрители. Ну, Элла привыкла все время по радио Рэка выступать. Раз вы пользуетесь, раз вы пользуетесь Зумом, значит, вы все владеете интернетом. Пожалуйста, пользуйтесь сайтом Битуах Люми, он замечательный, там очень много можно почерпать, и прежде чем обращаться к кому-то, прежде чем паниковать, просто войдите в этот сайт и попробуйте понять. А уж если вы не поймете, тогда прибегайте к помощи. Пожалуйста. Адвокат Павел Мороз, пожалуйста. Моя рекомендация работникам обращать внимание, что происходит с их начислением в пенсионную кассу. Тот факт, что в туши вы видите, что деньги ушли, это не тот факт, что они дошли куда-то. Дозрались очень жесткие правила в осношении исковой давности, это 7 лет. То есть, то, что произошло раньше 7 лет, если даже у вас не отошли отчисления в пенсионную кассу, либо не дошли, у вас не будет возможности их востребовать. К сожалению, 7 лет, и после этого вы ничего не можете сделать. Обращайте внимание, это очень важно. Ко мне приходят люди, которые проводили 15-10 лет, и они спрашивают, где мои пенсионные деньги, и я ничем не могу помочь, потому что прошло больше 7 лет. Это очень-очень важно. И, конечно, всем здоровьем. Спасибо. Спасибо большое. Ну, мы присоединяемся к пожеланиям здоровья. Я напоминаю, что мы беседовали сегодня со специалистами в области страхования. Эльдар Портнов, эксперт в области пенсионного обеспечения и страхования. Эва Гитсон, эксперт-консультант по вопросам Института национального страхования Битуа Хлеуми. Ян Бронфан, эксперт, простите, в сфере налогообложения и пенсионного обеспечения. И Павел Мороз, адвокат по трудовому праву, который защитит вас от злых и грозных работодателей. Я, Александр Гурарьи, и телеканал ИТОН ТВ прощается с вами. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин